Друзья, всем привет! YouTube проект «Да, это так!» Ярослава Маслова и Алексей Кочеренко. Рады вас видеть в новом 2023. Я вас поздравляю уже с наступившими праздниками. Несмотря ни на что, мы все в этот Новый год входим с надеждой о светлом будущем, о теплом, мирном будущем. Это самое главное. Этого я вам и желаю. Спасибо того же и вам, и всем, кто нас смотрит. Этот год будет точно лучше, чем предыдущий. Во-первых, он будет точно, да, Алексей Юрьевич? Он уже есть, мы до него дожили. И это уже наша маленькая победа. Но он, конечно, будет интересным. Вот с этих интересностей я предлагаю вам начать, Алексей Юрьевич. Давайте по порядку начнем в динамике с того, что как бы предвещает нам уже наступивший 2023, что уже есть из нововведений. Вы по этому поводу, кстати, писали большой пост на днях, я его читала. Подниматься комментариев и вопросов абсолютно простых украинцев, что и как. Я очень хочу, чтобы вы и нам этот вопрос разъяснили. Значит, о чем идет речь? С 1 января начинают в Украине действовать изменения в налоговый кодекс, да, в части землевладения. Вводится очередная нагрузка налоговая, значит, агропроизводителей по использованию земли. Теперь в бюджет, значит, каждый из агропроизводителей с каждого гектара земли должен будет платить определенный процент. Разъясните, пожалуйста, ситуацию. Я правильно понимаю, что нас уже было очень, я, кстати, видела под вашим постом, да, вопросы от простых украинцев. А кого это коснется? А что это такое? А как? Люди, которые в небольших селах сейчас живут. Вот давайте либо успокоим, либо, да, скажем правду. Кого это коснется? Ну, мой пост был чуть-чуть о другом, о том, что должна вводиться в действие моя правка к закону про жилищно-коммунальные послуги, о том, что с 1 января, если в счетах за управление нашими многоквартирными домами в городах, если земельная делянка не отведена документами нам с вами, ну, условно, как со владельцем, а именно так, согласно духу реформ должно было быть, то ее владельцем тогда является орган местного самоправления, и он не имеет права выставлять нам счета за ее содержание без нашего согласия. Допускается, если мы согласны, если мы действительно понимаем, что территорию надо убирать, то мы, а, хотим, наконец, увидеть размеры этой территории, б, я подчеркиваю, что она от этого, к сожалению, под документом не становится наша, если вы зайдете в боекадастры в реестр, то вы посмотрите все равно, что она там числится, как земля, принадлежащая органу местного самоправления, ну, и, соответственно, тогда мы ее можем убирать за наши деньги на добровольные, ну, только при нашем согласии, и тогда мы, как минимум, будем понимать, какие ее размеры, сколько это стоит, почему это так стоит и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, это все значительно глубже, вы поймите, это же не просто потому, что я хочу, там, как Бэтгай, что-то там, там, двор, с дворниками повоевать, сейчас я точно, я обожаю наших дворников, я считаю, что с ними точно нельзя, как раз, еще воевать. Я просто хочу тем самым подчеркнуть этой правкой, которую почти два года назад в законе, и она была имплементирована, только сейчас она начинает работать, что у нас эта жилищная реформа застопорилась очень сильно. То есть, в 15-м году приняли этот закон 417-й, про особенность издействия права властности в городоквартирном будинке, все вокруг было уже ОСББ, вот придет ОСББ, порядок наведет, заживем, сделаем ОСББ, все будет хорошо, тогда сразу счета будут меньше, избавимся от ненавистных ЖЭКов, вообще расстреляем их, там, это самое, деньги появятся откуда-то на капремонт и прочее. И самое главное, что это же предподразумевало, что эту землю, которую под домом мы являемся собственниками, и город должен на нас оформить. Но что-то прошло уже 8 лет, никто ни черта не оформляет, извините, из чего я делаю вывод, что что-то оно как-то не идет. Ну да. Да, как-то оно не идет. Честно вам скажу, с кем дискутировать я не понимаю, потому что я как бы формально нахожусь в другом комитете, он же не ЖКХ-шный комитет, а его ликвидировали наши реформаторы, поэтому я в комитете энергетики. А эти вопросы как бы попадают вот в тот комитет, ну, по местному самоуправлению, там, по жилищной политике, в котором сейчас новый глава, Елена Шуляк, лидер службы народа. Ну вот, но они там больше стройкой занимаются, как мы видим, знаете, там эти даби, строительство, все, их вот эти вот, то есть СББ что-то не очень интересует, земли, и застройщики точно не хотят отдавать земли вместе с мэрами городов, по требам гарантии. Поэтому просто, просто это в очередной раз показывает, что вот эти все картинки, вот которые в воспаленном мозгу реформаторов, когда-то они проскочили и были реализованы, особенно вот в этот постмайданный период, там, 15-й, 16-й, 17-й год, вот эти все рынки, рынок газа, рынок электроэнергии, земли, СББ, земля, вот это все, маячня, знаете, такой, какие-то бред такой, вот понапринимали, а сейчас при ближайшем анализе показывается, ну, ни одна, ну, ни один закон этот, ни одна норма, ни одна эта реформа не работает от слова, абсолютно. Просто возникает тогда вопрос, так, нам чего делать, дальше продолжать обманывать самих себя и людей, или можете спокойно поговорить, где кто дал штангу, и как менять, так сказать. Понимаете, Алексей Юрьевич, очень много вот в этих вопросах, вы все правильно говорите, да, что, ну, реформа, или так называемая реформа, о которой была заявлена еще задолго до полномасштабного вторжения Российской Федерации, как бы, давайте честно себе скажем, мы или продолжаем, или останавливаем, или что мы делаем, ну, с другой стороны... Ну, как минимум, как минимум, надо проанализировать, правильно? Конечно, ну, очень многое, понимаете, Алексей Юрьевич, можно списать сегодня на военные действия, да, неудачи там, неудачи там, там, там. Да, она не работала и до военных действий, а то, что эти, новая команда 19-го года вообще не понимала, куда она попала и что они пришли, они нахватались в лозунгах, они же подхватили эти лозунги. Вот понимаете, почему мне так болезненна эта тема? Ну, во-первых, потому что, ну, я в эту коммуналку зашел давно, понимаете, как бы был министром, главой госкомитета, и вот автор вот этой псевдореформы, я считаю, что абсолютно авантюрный автор, госпожа Бабак, она же даже стала первым министром слуг народа, профит. Она там в этом замечательном уряде самокатчиков поработала полгода, что-то какой-то ерунды там, они что-то вообще ни черта не сделали, если честно, наговорили просто там, вот. А потом, ну, человек ушел, и типа, ну, вы тут разбирайтесь сами. Мы наваяли, да? Я ухожу, до свидания. Да, мы там что-то наваяли с 14-го года, черти что, когда она в комитете там стала главным реформатором, понимаете, вместе с такими же приблизительно специалистами. А теперь мы, извините, пошли там отдохнем там у нас в коттеджном городке, а вы тут сами разбирайтесь. Денег нет, но вы держитесь, извините. Но от меня это, ну, не просто, это бесит, эта безответственность в системе принятия решений государственной важности, она же, понимаете, ну, она, ну, не может государство так быть. Восемь лет потеряли, ни черта не сделали, деньги тогда огромные потратили, гранты освоили, техническую помощь освоили, все уже по три, по пять квартир купили на эти гранты освоители, они же, че, не бедные люди все эти реформаторы, понимаете? Вот, а теперь вы тут разбирайтесь в своих ручьевках, что мы тут наваяли. И самое главное, время, восемь лет потеряли, никуда просто не делали. Конечно, самое ценное. Поэтому, если к вашему вопросу, я приблизительно понимаю, что они хотят сделать этими, ну, что они хотели этими изменениями, я не могу сказать, что это происходит, что я против, потому что я понимаю, что это стимулирует, ну, агрария, которая работает на чьих-то зернах, либо на своих землях, либо на арендованных землях, либо на купленных, либо это стимулирует его загружать. То есть ресурс должен работать. Земля есть, она должна работать, он на ней должен зарабатывать, платить податки, и, соответственно, от этого наполняется, в том числе и местный бюджет. Это очень и очень даже неплохо. Дальше, как это будет, ну, на самом деле, реализовано, ну, не знаю, я не вижу. Пусть работает, пусть работает. Он должен, главное, чтобы это, понимаете, не отразилось на стоимости аренды пая. Вот здесь, как бы, это ключевой вопрос, чтобы это не пошло за счет денег властных паек. Ну, вот вам яркий пример, вы понимаете? Это, на самом деле, очень устрая проблема. Мы живем в Киеве, там, под Киевом. Вот я сейчас буду ехать в Киев, да, и вот по дороге будет стоять, ну, наверное, лет 15 уже огромный участок такой, с огромной недобудованной халабудой, там, пятиэтажной какой-то. А кто будувал ее, сын одного космического мэра, хорошо известного авантюриста, вора и жулика, да, хорошо известный в кругах этих самых, его сын. Вот они начали строить вместе с такой же золотой молодежью. Они кинули это все. 15 лет она уже болтается. Ну, извините, должна, наверное, действовать норма какая-то и грабостроительная, и земельного кодекса, да, что если вы там ни черта не делаете... Снести его, освободить землю. Снести, освободить землю, и там что-то должно это сам. И таких объектов... Куча, а вспомните, Алексей Юрьевич, я не знаю, наверное, этим недостроем, ну, мне кажется, лет 20 уже так точно, вот эти троеченские... Днепровские вэжи эти, да? И Днепровские вэжи, и троеченские в пятибашни. Я вообще не понимаю, там государственные, там это же внутренние войска эти, понимаете, это же 12 поведений, как МВД, понимаете, ну как, почему вы не можете, что вы... То есть вы от кого-то требуете, что-то там порядок навести, вы со своим государственным разберетесь, майном, землями, недостроями и прочим, понимаете? Великие реформаты. Да. И поэтому, и объяснение этого нет, а я же не говорю одно, но понятно, что строительные конструкции, они там, у них своя физика процесса, и холода, ветер, крыши нету. Дожди, снег. В дожди, и оно же это разрушается, понимаете? И каково его состояние, это уже следующий вопрос. Я уже не говорю об исторической части Киева, да? Абсолютно верно, да. В некоторых частях можно сходить с ума от увиденного, от достроек, перестроек, недостроек и всего остального. Когда стоит трехэтажное здание исторической такой мощи, да, с историческим характером, и сверху достроенные балконы или еще два этажа. Ну, кто-то просто так захотел. Ну, это, понимаете, это полная безответственность. Сейчас же видите, какая копия ломается вокруг этого закона имени... 56-55. 56-55, и тут, ну, правда, черт разберешь еще. Мэры говорят, что это их где-то там лишает всего, что только можно, а те говорят, реформаторы... Архитекторы против, вроде как... Архитекторы против, потому что они всегда против, они там все, они хотят увидеть свои деньги. Нет, это архитекторы, это еще та кого-то. Еще я не хочу их обижать, ну, я понимаю, они за свои гонорары борются и все. Но я всегда задаю вопрос, дорогие мэры, при всем моем уважении к местному самоуправлению, а вот то, что было до того, это было все хорошо, да? Это нормально было, да? Начиная с города-героя Киева, понимаете? Поэтому, значит, уже такое ощущение, что хуже точно не будет, понимаете? Но вот такая логика реформаторства и логика, так сказать, законотворчества. Хуже не будет. Хуже не будет, поэтому давайте рискнем и попробуем еще. Да, давайте. Ну, может, да. Ну, единственное, что левое-левое голосование, на котором 20 голосов, без которых бы этот закон не пропер, это голоса опозажистов, где яркие застройщики, хорошо всем известные, понимаете? Поэтому у меня уже, ну, конечно, к такому голосованию всегда будет своя антипатия. Да, свои вопросы. По поводу тарифной политики, Алексей Юрьевич, тоже мы с вами эту тему неоднократно поднимали, но я так понимаю, вот если говорить о воде, значит, во-первых, за последние, ну, подскажите мне, может, я не права, но лет 5-6, это вот то, что я точно помню, я просто помню те квитанции с цифрами, значит, у меня в руках, ну, раз 7-8 точно. Я вам точно даю данные. Ну, вот я взял там, я дал запрос соответствующий, и они мне ответят детально на все это. Вот по каждой позиции. Я сейчас объясню свою логику, потому что я рад, что я выступил на этом заседании НКРКП, и я где-то там подогрел ситуацию, где я их попросил, не спешите, пожалуйста, с этим повышать. А вот давайте про не спешите, просто сразу, Алексей Юрьевич, важно. С первого января уже. С осени 14-го года в 10 раз в среднем тариф на воду и 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 воду. В среднем по Украине, по Киеву в 10 раз. Был 3,62 гривны, вот этим вот повышением, я не знаю, что оно состоялось в среднем. Я не знаю, потому что НКРКП что-то проголосовало, потом они что-то там прокомментировали. Непонятно, вот я хотела у вас спросить, там же два этапа, 1 января и 1 июля. Ну, а их комментарии 30-го числа о том, что они что-то проголосовали, не то, что они проголосовали, и проголосовали они не повышение, а его откладывание. Предусматривалось два этапа. С 1 января на сколько это там 10-15 процентов, и еще потом в догонку с 1 липня еще там плюс 10-15, ну то есть всего там 30 процентов это самое. Хотя там если посчитать, это мультипликатор идет, то там чуть ли не полтора раза, понимаете? Особенно там страдали малые города, потому что в малых городах эффект масштаба работает против них. Ну, приблизительно понимаете, да? Чем крупнее концентрирование город, тем тариф там меньше, потому что там удельные все затраты, они, ну, на большее количество народа распространяются. Условно, многоквартирный дом, в котором там 400 квартир, туда идет труба, и какая-то все затраты по этой трубе содержания... Разделятся на 400 квартир. А если там двухэтажный дом на 4 квартиры, то они делятся на 4, понимаете? Вот. Поэтому в малых городах там Умань, Лубны, там вообще тариф начинает там зашкаливать, там под 50-60 гривен, там за куб уже этот сам. У них такая же беда была, помните, с этим тарифом на расплодил газа, это было в каком году, в 20-м году, в начале года, нет, в 21-м, в 21-м, когда он попер этот тариф, у них там под 3 гривны расплодил газа, именно по этой самой причине, что у них дисперсная такая сеть, она... То есть сельские районы, все это было километров много, а потребителей мало. И вот на малое количество потребителей все это затраты были положены, и в результате у них 3 гривны куб газа расплодил. А в Киеве 40 копеек. 40 копеек в Киеве богато. Разница. И 3 гривни для селян там. Вот вам вот это вот вещи, которые реально имеют, это непростые вещи. Возвращаемся к воде. 10 раз возрос старин. Окей, окей. До Майдана он был недооценен, там действительно прошло первое повышение сразу весной, если я не ошибаюсь, 14-го года. Он вырос в 2 раза. То есть он в Киеве с 3,6-х стал что-то 7,4 гривен. Но все равно, если взять 7,4, это осенние 14-го года, и вот эти 36, а второй этап 39 гривен, то там получается 7-кратное повышение. Понимаете? Там очень 6-кратное повышение. Я задаю вопрос. Покажите мне. Я же знаю черти ваши структуру себестоимости. У вас там есть электроэнергию. Она по 35-40%, хотя в Киеве меньше. Я задаю один вопрос. Если вы повышаете уже который год подряд тариф, почему у вас не сокращается доля электроэнергии, себестоимости этого тарифа? В Европе электроэнергия составляет 15% субевартости воды. У нас 30-35%. Есть вообще по 40-45%. То есть возникает вопрос. Вам выгодно, получается, не модернизировать свои насосные группы, тратить электроэнергии огромные, объемы удельные, да? И драть тариф. Повысилась цена на электроэнергию, повышаете нам тариф. Да нет, ребята. Вы должны сокращать ее потребление. Вы должны сокращать потери воды, крадишки вот эти вот, которых у них там по 30% эти коммерческие втраты. Втраты в мережах они должны сокращать, понимаете, которые там сумасшедшие по всей стране. Вот тогда это правильная тарифная политика. Конечно. А что у вас, что у вас зарплата выросла? У вас там зарплата составляет 35-40% там субевартости. А что она выросла у вас 7 раз за это время, да? Да, 7 раз? Покажите, пожалуйста. А что еще у вас выросла? Если они спекулируют этими реагентами, то, во-первых, они составляют там 3-4% субевартости. Там действительно часть реагентов сегодня в Украине производится импортная. Но, послушайте, это те вещи. Даже мэр Житомира говорит, мы разберемся и, может быть, если реагенты выросли, мы на город возьмем это. Это же наше городское предприятие. Это же наши горожане живут в этом. Отчего мы все должны, вот эту вот нагрузку на население, на горожан. Вот логика адекватного мэра Сухамлина, понимаете? Поэтому я тут просто предлагаю нормальную дискуссию, без истерик. И то, что в истерику сразу после моего выступления там на этом заседании и после решения заседания НКРКП в истерику попал бывший многолетний директор очень корруппированного киевского водоканала. Сразу говорю, когда я говорю про водоканал киевский, я не говорю про простых работяг, про людей, которые там работают. Я двумя руками за, чтобы у вас были зарплаты в полтора-два раза больше, чтобы у вас даже в мысли не было ехать в Польшу. Я говорю про вашу верхушку и про тех еще тайных бенефициаров, которые вам очень хорошо известны. Которые давно, во времена еще предыдущей власти от соответствующей политической силы оседовали этот водоканал и юзают его по полной программе. Извините меня, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Будете дальше еще выделываться. Еще буду называть фамилии, еще буду более громче про это. Шевелили, Алексей Юрьевич. Нет, он меня, понимаете? Но это мало того, что к этому жулику постоянно приходило набух. Постоянно без процедур они покупали эти все оборудования. Они еще не боятся в нас, если давать вопрос. А оно еще не боится еще что-то выступать против них. Еще же представляет ее и Ассоциацию Кроводоканалки и Экологии. Это такая у них лоббистская организация. Я не против водяников, понимаете? Но, ребята, вы же меня тоже там не обманете, да? И поэтому, если вам предлагается нормальная дискуссия, то не надо вот этих клоунов, кретинов выпускать на переднюю линию. Потому что вам же хуже будет, понимаете? Вам же будет хуже. А то, что комиссия поддержала это решение, я вам так намекну аккуратненько, извините, недолуги, что все-таки, наверное, это решение принималось. Ну, точно, не я его принимал. Это решение, видимо, в другом каком-то кабинете принималось. Ну, вы же мозги включите это чуть-чуть, правильно? Мозги включите. Конечно, подумайте, логично. Что в этой ситуации, наверное, в каком-то другом кабинете было, ну, понятно, было принято политическое решение, давайте никого не обманывать, что в этой ситуации повышать тариф, ну, как-то поспешно, мягко говоря. Наверное, это правильно. Знаете, Алексей Юрьевич, не только есть вопросы, если говорить о тарифах и по поводу воды, я по поводу вопросов, ну, расскажите, объясните, да, что это за формула ценнообразования. Есть еще одна история, где лично мне, возможно, вам известно, но вы точно точки сейчас на дыр оставите и расскажете мне, насколько тут много зрады в этой истории, потому что еще несколько дней назад все крупные средства массовой информации пестрили вот этими заголовками. Заголовок следующий. Значит, «Нафтогаз продал газ своей дочерней компании, Укртрансгаз», да, если говорить, что за компания, по цене, которая существенно выше всех тех, да, которые продаются вот эти, ну, нафтогазные, значит, вопросы другим потребителям, споживачам. Значит, что посчитали журналисты? Значит, на этот раз о частных поставщиках речи даже не шла, все контракты отдали «Нафтогазу», и его дочерней компании «Нафтогаз Трейдинг», 5,5 у него миллиардов, у «Нафтогаза» 26. Если поделить цену нефтегазовского контракта на заказанный объем, цена топлива получается почти 47,5 тысяч гривен за тысячу кубов. Вот тут формула ценообразования какая-то вообще понятна. Ну, вы поймите, я как бы, я там могу догадываться, что за этим стоит, но я точно могу сказать одно. Ну, во-первых, Чернышеву я не завидую, потому что ему сейчас надо будет разгребать вот этот ворох Гэ. Извините, Женя. Ну, оставили ему наследство, ну, просто случайно. Вы поймите, эти два авантюристов вместе со своим финансовым блоком, они начали там такого за эти годы, понимаете? Ну, там просто не налазит оно. Именно поэтому они упирались рогом против любого аудита. Они истерили вместе с такими же недоугами. Они наняли там целую шобу блогеров, там, псевдоэкспертов. И любой, вот мы выступали за аудит нефтегаза. Они же сразу шли в атаку на нас. У них огромные деньги на СМИ, на лоббирование, понимаете? И они нас обвиняли в том, что мы какие-то негодяи, что мы просто требуем аудита полноценного нефтегаза. Как только сделали аудит нефтегаза, тут же включились другие механизмы, они его засекретили на два года. Я через ТСК рассекретил это дело. У меня есть результаты этого аудита. Ну, извините, там расстрел для одного, что для второго. Понимаете? Только извините, а где у нас эти правоохоронные органы? У нас просто отпустили. Одного идиота отпустили в никуда. И он умничает там где-то, я думаю, из Лондона. Да, вот предыдущие. Он со всей бандой там. Да, да, да. Он из Лондона там советы дает. Говорит, вы переходите на электроэнергию. Газа мы как бы не добывали, потому что мы негодяи и придурки. Но вы на электроэнергию переходите. Это в ситуации, когда у нас сейчас электроэнергию. И такой же авантюрист, это же его подельник Ветренко, который полтора года, ну просто бред рассказывал какой-то. Хотя я вам яркий пример. Летом этот истеричка прибежал в Верховную Раду шантажировать депутатов. Дайте мне 264 миллиарда гривен. Мне надо купить 6-8 миллиардов кубов газа. Огромнейшая сумма. Это четверть бюджета. Огромнейший объем газа. Сейчас, оказывается, Чернышов, он планирует на первый квартал купить не 6 миллиардов, а 0,6 миллиарда по импорту, которых нам не хватает пока, исходя из баланса, исходя из температуры, исходя из... А тому число 8, да? А тому 6-8 миллиардов, и он требовал из бюджета деньги. Так у меня вопрос, как может в нормальной стране, где был луря, где были правоохранные органы, и эти же депутаты-то проголосовали за это? Да, нам удалось эту сумму уменьшить, там рогом мы уперлись, мы ее уменьшили на 63 миллиарда, 201 миллиард, но все равно они же заложили там, депутаты от монокоалиции, слух народа, протянули это для своего нефтегаза. Так вот я возвращаюсь. Нефтегаз это сложнейшая вертикально интегрированная, ну даже не группа, это как они себя группой называют, но это вертикально интегрированная структура, где внутри структуры, за счет таких операций, можно манипулировать сколько угодно, минимизируя по податке, минимизируя свои там, не показывая доходы, манипулируя и все так далее. Именно про это был результат аудита. Аудит признал, что 75 миллиардов за период 19-го, 20-го года не доплатил нефтегазбюджет, 75, а порушен всего на 216 миллиардов. Почему не в тюрьме Витренко? Почему он в Германии со своей семьей, мамой, почему его просто так отпускают? Ну как может такая страна, извините, будущее иметь? И поэтому, извините, это принципиальный вопрос. И я не собираюсь это дело отпускать, все равно они будут, рукописи не горят. Смотри, рукописи не горят. Сто процентов. Чернышеву надо сейчас максимально быстро, насколько я понимаю, мы его, кстати, я с ним общаюсь, он мне понятен абсолютно. Он идет на коммуникацию, Алексей Юрьевич, ну то есть это не история, да, Светренко. Да, он идет на коммуникацию, более того, мы договорились, что в ближайшее время он придет на заседание комитета и дай бог, чтобы депутаты могли профессиональные вопросы задавать, потому что с этим есть беда, понимаете? Но у него ключевые приоритеты, это финансовое оздоровление нефтегаза, это избежание выхода из этого дефолта, это наводить все-таки, чтобы не было падения выдобутка, у нас падение выдобутку газу в компании Укргазовое добывание. Они упали на, сейчас я вам скажу, на 0,4 миллиарда, если я не ошибаюсь, у них товарного газа всего-навсего за прошлый год по итогу оказалось 12,5 миллиардов. Это мы должны были 20 добывать, эти два авантюриста развели всю страну в 2020 году. У нас не 20, у нас 12,5. Это два года спустя. И только падение потребления кардинальное на 35% потребителей, как бытовых, так и промышленных, сегодня спасает нас от того, понимаете, от дефицита газа. Вот только нас спасает то, что и население уменьшилось, и то, что в других секторах уменьшилось, хотя энергетика будет съедать свой газ еще зима, штуковая, в серединке, понимаете? Поэтому это все впереди. Вот, кстати, его... Да, 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 пожалуйста, Алексей Ильич. Ну, я имею в виду, что и поэтому в главе нефтегаза Алексея Чернышева вот этот вот клубок надо максимально быстро, это, я так понимаю, одна из основных задач перед ним. Поэтому здесь ему надо помогать. Но у меня встречное, тогда будет, ну, условие, я думаю, как у всех адекватных депутатов. Полная прозрачность, понимание того, что мы делаем, куда мы двигаемся. Он уже не может дальше... Ну, и дальше за что мы тогда боремся? Ну, на секундочку вопрос, да? Если начинаем все сначала. Закрыть полностью нефтегаз, все это спрятать под этой дебильной фразой «рыночная цена на газ», никакого рынка в Украине не было, нет и не будет в сегменте населения теплокоммуномерга. Может быть, для остальных будет. И поэтому здесь просто мутить с этими ценами на газ, мутить с объемами, мутить с небалансами, в результате миллионеры уехали из страны один в Германию, другой в Англию. Я думаю, те, кто их крышевал, тоже себя неплохо чувствуют. А вы, ребята, вы тут оставайтесь. Это решать разруливать. Алексеевич, вы по поводу зимы начали говорить, что впереди. Это правда, впереди. Я даже смотрю по прогнозу погоды уже со следующей недели. Минус до минус 15 обещают. К чему я это говорю? Есть болезненная тема, конечно же, это отключение электроэнергии по стране в целом. Ну, последние вот уже как дня 4-5 ситуация настолько тьфу-тьфу-тьфу, не хочется сгладить положительное, что отключения минимальные. Все праздники новогодние людям удалось встретить со светом, нормально подготовиться. Объясните мне, пожалуйста, что это за тенденция? Потому что обстрелы все эти дни, они продолжались практически в круглосуточном режиме. Вот эти ночные ракетные террористические атаки, они есть. Ну, хорошо, окей, тепло на улице. Да, там плюс 10, плюс 13 в некоторых областных центрах было. Сегодня ДТК официально заявляет, что с 14, в частности, в крупных городах Киеве, мы перейдем опять к стабилизационным отключениям, и все будет по графику. С чем вы связываете вот эти счастливые 4-5 дней для украинцев с точки зрения энергетической системы? Первое. Обстрелы, ракеты и дроновые, причем я вам скажу неприятный момент, дроновые атаки оказались не менее опасны, не меньше ущерба они наносили, чем ракетные. Вот казалось бы, да? Ракета, черти какой стоимостью, и дрон 25 тысяч долларов, а как... Вот такие они, гады, паршивые такие для нашей системы с точки зрения противоповитренной обороны для обнаружения и сбивания. Тем не менее, понятно, что ПВО научилось их сбивать, понятно, что эффективность достаточно была неплохая и увеличилась, поэтому ущерб бы наносился, но он не такой был критичный, как в свое время, когда был вот этот брэкаут 23-го листопада. Это первое. Второе, безусловно, эта погода по... Это сама сыграла свое, просто чем по дереву, уменьшилась потребление. Но очень сильно связана температура за бортом и потребление энергоресурсов как тепла, так и электрометрии. Поэтому то, что оно уменьшилось, собственно, уменьшило нагрузку как на сети, на всю автоматику, на всю инфраструктуру мережевую, так и на генерацию. Но третье, что энергетики научились по-своему бороться, готовиться к этим ударам для того, чтобы минимизировать их вреды, паршивые наследки. И, по сути дела, вот последние там 3-4 атаки именно они готовились, соответствующим образом разрушались, и поэтому не было таких катастрофичных последствий. К сожалению, даже последняя атака, вот это вот поза прошлой ночью, позавчерашней, она нанесла достаточно неприятные ущербы, атаки идут в основном на Киевский регион. С это уже надо понимать всем, что именно здесь будет концентрация. То есть враг уже понимает, что для него ключевое, он не может всю энергосистему подавить, поэтому он точечными ударами он попробовал на Одессе это в свое время, сейчас он на Киеве, так сказать, он будет стараться по Киеву бить, с другой стороны, тут в Киеве самая концентрированная наверняка система против воздушной обороны, поэтому здесь как бы палка о двух концах. То, что температура будет понижаться, будет создавать дополнительную нагрузку, будут графики, будут графики. Поэтому этот фактор будет негативно влиять, но катастрофы не будет. Алексей Юрьевич, а вот эта история, которая разгонялась под занавес прошлого года, вспомните, когда говорили очень много недовольства в адрес, в частности, ДТЭК, про несправедливое отключение, неравномерное распределение между потребителями, вы же помните, даже предупреждение ДТЭКу было сделано, что, мол, подумайте над этим, вот с этой историей, может быть, это и с этим в том числе связано, или это все... Ну, это связано, смотрите, тут, как вам сказать, люди какие есть, других людей же у нас нет, украинцев, они нервные, они недовольны, они не всегда способны адекватно... У меня нет, у соседа есть. Послушайте, ну, тогда можно сказать, так давайте еще недовольство выразим, можно Польшу высказать, там есть свет, или там можно, можно еще там какому-то там городу, который там не богат, или еще что-то, понимаете? Поэтому тут вот этот поиск справедливости, он как бы, ну, его надо... Ну, так, ну, война, понимаете? Во время войны графики не действуют. Это для многих там оказалось там такая у них ну, просто открытие, знаете, как дети, как малые дети, что когда говорят, папа, а ты все равно мне должен там конфеты, там и мандарины. Так война, сынок. Да нет, ну ты же должен мне конфеты и мандарины, а если нет, то ты плохой папа, понимаете? это вообще катастрофа, то, что я читал эти претензии какие-то, но это, ну, люди, надо над собой немножечко работать. Энергосистема, к сожалению, так осталась. Она функционировала, создавалась для работы в мирный период для надежного, стабильного, бесперебойного энергопостаточания. С чем она исправляла? Если я не ошибаюсь, Алексей Ильич, еще 2006 или 2008 год, да, вот эти приказы, по которым, значит... Это приказ шестого года, шестого, да. Это отдельный, их никто особо не менял, это претензия к Минэнерго, здесь можно было над этим работать, но надо понять другое, что эта энергосистема и это оборудование, автоматика, оно не предназначено для режима в работе включи, выключи, выключи, а они в ручном режиме приходилось это делать. Потому что со всех сторон это сложнейшая система, но это же не просто проводок идет там, понимаете, от вашего там, не знаю, от розетки к вашему... Это сложнейшая динамическая энергосистема, в которой генерации блоки атомные со своими проблемами, со своими падениями частоты, со своей автоматикой, тепловая генерация, по которой били они нещадные, которая очень сильно пострадала, подстанции эти ключевые 750 на 330, от которых зависит пропускная способность энергосистемы, понимаете, мощность есть, а подать ее нельзя. Ну, условно, пути разбомблены, узловые станции разбомблены, вроде локомотивы есть, груз есть, только не... Как проехать туда, понимаете? И поэтому, по сути дела, вам и безжелезные дороги перегружали на какие-то грузовики, считайте, и грузовиками, обходными дорогами доставляли эту электроэнергию. Это, если так, уже аналогии. А то, что там отреагировали так, политически высшие органы, ну, имеют право, пусть проверяют, только я им хочу задать вопрос. Дорогие мои министры, вице-премьеры и главы МКРКП, а какие вообще графики могут быть в условиях, когда бомбят и раздолбаны сети? Про какие графики вы вообще можете говорить? Вы поработаете нормативку свою, измените с шестого года, вот эта старая, зачуханная. И второй вопрос, скажите мне, пожалуйста, последние изменения в этот приказ, который подписывал еще Юрий Бойко, будучи там министром, да, в шестом году. Так вот, последние изменения были внесены до войны. А у меня вопрос, а как вы за 300 дней войны не поняли, что надо в свою нормативку внести изменения военного времени? И ни одного изменения нет за... Вообще нигде, вообще ничего нигде, понимаете? Вообще ничего нигде. Вообще просто. Так кому вопросы вы задаете? Ну да. Они это понимают, поэтому, понимаете, они как бы... Сильно историю раздувать не стали, да. Для причин... Потому что в ходе следствия главное не выйти на самого себя. Конечно. А вы думаете, к энергатому там нет вопросов? Есть вопросы, потому что когда БХА вот этот произошел, почему такая реакция произошла? А к КРНР нет вопросов? Есть валом вопросов. А почему не укрепляли подстанции инженерно? А почему точно так же не сработала автоматика и не разгрузила потребителя, понимаете? Тут миллион вопросов. Покажите, как вы изменили систему управления и принятие решений в энергетике за 300 дней войны. Алексей Ильич, у нас же же введено это чрезвычайное положение. Ничего не введено. Ничего не введено, о чем вы говорите. Это на некоторый период вводила УкрЭнерго надзвучайный стан на энергорынке. Не в энергосистеме этих наводений, а на энергорынке. То есть на этот период не действовали какие-то одни механизмы расчетов, там действовали другие. Но в самой энергосистеме ничего не вводило. Поэтому, извините, тут это больше реакция такая для народа возбужденного. Но я тут обращаюсь к людям, но чуть-чуть мозги надо включать, но еще раз, война, война, энергетическая война, энергетический фронт. Я поэтому у вас и спросила, Алексей Юрьевич, и тоже хочу обратиться к украинцам, миленькие. Да, вот эти 4-5 дней прекрасных были со светом, и теплом, и со связью, и с интернетом. Что будет впереди, одному Богу известно. Поэтому, ну... А уже запустили даже, понимаете, запустили эту провокацию, что крадется электроэнергия, что она экспортируется в Европу. Ну такой бред, чистейшие воды бред. И истеричные такие какие-то, ну эти дамы, боты, какие-то сети такие, знаете, такие целые... Это же кем-то делается. Ну то есть, кто-то за этим стоит. Да, у нас крадут, у нас экспортируют. Уже на пальцах объясняешь спокойно, показываешь. Да невозможно в рамках единой энергосистемы утаить хоть один киловатт экспорт. Не возможно по определению. Это же надо тогда с европейцами договориться, понимаете? Сговор с ними вступить. Ну вы хоть мозги хоть чуть-чуть включайте. Поэтому, когда у вас света нет, а у соседа через дорогу свет есть, это не значит, что энергетики вас любят меньше. Давайте не жрать хотя бы в этом вопросе друг друга. Я вас очень прошу. Спасибо вам огромное. Алексей Юрьевич Кучеренко был с нами. Как всегда, простыми словами я сложна. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.